По словам сотрудников отдела занятости и социальных программ, для того, чтобы получить помощь, необходимо сдать стандартный пакет документов, сведения о доходах членов семьи и акт, в котором отражена причина, по которой люди обращаются за помощью. После этого специальная комиссия рассмотрит возможность выплаты средств. Она же определяет размер выплаты, который, впрочем, не может превышать 100 МРП. Это чуть более 180 тысяч тенге. Принедавать на помощь тоже могут не все, так как решение принимается на основе действующего законодательства. Основаниями при поступлении в трудной жизненной ситуации являются основания, предусмотренные законодательством РК, также причинение ущерба гражданину, семье, либо его имуществу вследствие стихийного бедствия или пожара, либо социально значимого заболевания. Также еще одним основанием является наличие среднедушевого дохода, не превышающего полтора размера прожиточного минимума.